Приветствую вас на резервном канале Первого Циничного И сегодня мы поговорим о том, как избавиться от зависимости Эта тема в некотором смысле является продолжением предыдущей О семье, нужна ли мужчине семья Но и в то же время она будет интересна сторонникам здорового образа жизни Сейчас очень много говорится и пишется о здоровом образе жизни О необходимости избавляться от любых зависимостей Все, что вас сковывает, делает несвободным Как раз те же алкоголизм, наркомания, курение и так далее Нужно от них избавляться В здоровом теле, здоровый дух и так далее Но что хотелось бы добавить На самом деле те зависимости, которые осуждают здоровый образ жизни Они действительно вредны Алкоголизм, курение Но это слабые зависимости Это зависимости, которых у человека от рождения нет Во-первых, их нет Во-вторых, они социально осуждаемы И глобально, ну, ребенка, совсем уж маленького ребенка Никто не будет этим вещам учить То есть вы представляете, чтобы родители Не знаю, трехлетнему или четырехлетнему ребенку Налили бы 100 грамм водочки И сказали, на-ка, сынок, выпей Ну, я такое не видел Ну, если где-то такое есть Ну, это на всю голову ударенные родители То есть это уже реально отмороженные люди Но, в принципе, так вот, массово Такое явление не встречается И в то же время есть зависимости Которые мы имеем от рождения И которые поощряются обществом И от них избавиться значительно труднее Потому что, когда вы скажете, что С завтрашнего дня я не пью Молодец Что вам скажут? Молодец, давай, держись С завтрашнего дня я не курю Отлично, молодец, вас поддержат И другое дело, вы попытаетесь избавиться От зависимости другого плана И вам скажут Да ты что? Как ты можешь? Белая ворона Все, вы будете встречать противодействие От чего легче избавиться? От того, за что вас поддержат в избавлении? Или же где вас будут осуждать? Это первое Другой вариант Ну, насколько вас эта зависимость держит? Допустим, взять алкоголизм Если вы, ну, алкоголик не со стажем Ну, просто вы злоупотребляете, скажем так Трудно ли избавиться? Не знаю, не пробовал Потому что не доходил до этого уровня Не пробовал, но думаю, что не трудно глобально Ну, а что вас будет тянуть в очередной раз напиться? Вот, беру по своему опыту За свою жизнь я напивался вот так, чтобы сильно напиться Ну, как сильно? За столом сидишь, но встать уже лучше не надо А то можешь неровно пойти Сильно неровно Ну, вот таким образом я напивался раза 3-4 Все 3-4 раза потом, когда все это проходит Не возникает желания повторить Возникает желание вообще год потом после этого не пить Потому что это отравление организма, дикое И единственная мысль, которая посещает Зачем я это сделал? Глупость какая-то И все Глобально я никогда не чувствовал желания напиваться, например Ну, другой вариант Все эти 3-4 раза были в каких-то компаниях То есть, когда, ну, это было с чем-то связано Там диалог шел и так далее Ну, там, допустим, пьючая компания Люди, которые где-то там находятся в непьючей компании Где-то тайком там Достал, залился и убрал Я вообще это не понимал В чем резон-то? Ну, в качестве поддержания беседы я еще понимаю Но вот такое, как бы настоящий алкоголизм Я не понимал вообще никогда То есть, даже если абстрагироваться от того, хорошо это или плохо Ладно, нейтрально Зачем? То есть, я логику не понимал откровенно Вот этот момент То есть, избавиться от такой зависимости, я думаю, что нетрудно Потому что сама зависимость неглубокая Глубже, как мне думается, наркомания Потому что там, да, химический состав крови меняется Шарашит она не слабо, судя по внешнему эффекту Наркотики я не пробовал На себе не испытывал Но по внешнему эффекту, когда видно людей под кайфом Ну, я понимаю, что да, наверное, там и ломка будет, что угодно То есть, изменение сознания полностью Человек из адеквата уходит далеко и надолго От такой зависимости избавиться сложнее Но все-таки Рождаются ли дети наркоманами? Нет То есть, ребенок наркоманом не рождается Нет в человеческом организме ничего, что подталкивало бы его к наркотикам До того момента, пока он эти наркотики в себя не залил Не занюхал, не закачал и так далее То есть, все-таки, это привнесенное Табак, ну, то же самое Я думаю, что менее зависимая штука, чем алкоголь Может, более, не знаю То же самое Независимо от нее Поэтому не могу ощутить, что такое зависимость глобально От какого-то там вещества Но это ладно Но все эти зависимости, они привнесенные Другое дело, когда зависимости от природы данные И их начинают эксплуатировать, их начинают развивать Тут две главные зависимости И вот от них я бы посоветовал избавляться Что это за зависимости? Во-первых, это зависимость от чужого мнения Во-вторых, это зависимость от гормонов, от собственных Вот от этих зависимостей избавляться намного сложнее Но если вы от них избавитесь Вы намного сильнее, ну, скажем, очистите свою личность Чем если избавитесь, например, от табака От курения Все-таки курение меньше деформирует личность человека Чем вот эти две зависимости Оно деформирует, оно скорее по здоровью бьет Но личность остается цела А вот эти две зависимости полностью уничтожают личность. И от них в первую очередь нужно избавляться. И это действительно достойная цель. Хотя бы с этих позиций смотрите. Но глобально вы избавились от курения. Могли бы не начинать. То есть в принципе глобально в чем подвиг, в чем преодоление себя. В том, что вы от курения избавились, ну намного круче тот, кто не начинал. Он вообще удержался получается от курения. Нет тут особого преодоления глобального. Тут скорее просто исправление своей ошибки. Что неплохо, но не глобально круто. Другое дело преодоление себя. Настоящее преодоление себя. Ведь подумайте, в три года ребенка уже вполне учат зависеть от чужого мнения. То есть он что-то делает, а вот что о тебе подумают. Что о тебе скажут и так далее. И поэтому эта зависимость, скажем так, в кровь и плоть входит. Во-первых, ее поощряют. Во-вторых, что в человеческом организме есть, что будет цеплять эту зависимость. Еще более увеличивать зависть. Банальная зависть. Что значит зависеть от чужого мнения? Для ребенка, да, подумай, что о тебе скажут и так далее. Но уже для взрослого человека я зарабатываю меньше. Не мне не хватает, а я зарабатываю меньше, чем он. Это в принципе в основе зависти лежит. Постоянное сравнение себя с кем-то и зависть. Значит мне нужно больше работать. Вот он-то больше имеет и так далее. И все. И получается, что вроде как бы вы хотите денег себе, а на практике вы больше будете прогибаться под начальство, больше будете унижаться. Вот эта одна зависимость дает вам тысячу других зависимостей. И табак с водкой здесь не сравняться просто по пагубности воздействия на человека. И другой вариант. Гормоны. Гормоны я бы разделил на два направления. Во-первых, это зависимость от секса. Во-вторых, это зависимость непосредственно от гормонов. Ну, что это будет, как это можно назвать? Это неуправляемые эмоции. Это те эмоции, которые вам не нужны. Деструктивные эмоции. То есть, допустим, гнев, апатия, уныние. То есть, у вас получается там с женщиной познакомиться хорошо, не получается, у вас уже какое-то уныние и так далее. Это все на гормонах. То есть, до тех пор, пока вы не даете себе команду, ну, допустимость каких-то эмоций, ну, допустим, вы там вечер хорошо решили провести, у вас приятные эмоции, то есть, как отдых даете себе от работы. Это одно. И другое дело, когда эмоции начинают командовать вами. Не вы определяете, хороший у вас сегодня вечер или плохой, а эмоции это определяют. Агрессия по отношению друг к другу, желание постоянно спорить, доказывать свою позицию, залезть выше ближнего своего, на более высокую ветку и так далее. То есть, те случаи, когда гормоны начинают вами управлять. Вот эти зависимости, две, ну, а по сути, как бы вторая раздваивается, намного сильнее и намного пагубнее, чем все остальные. И уж для тех, кто исповедует здоровый образ жизни, я бы советовал избавляться даже в первую очередь от этих зависимостей. И только во второй от тех, те легче. Начинать уж лучше, как говорится, обезглавить тогда зависимость. Вообще, вот как бы зависимость вашего от чего бы то ни было, лучше сразу обезглавить. Как говорится, мочи генерала, начиная с этого. Генерал в данном случае, те зависимости, которые у вас есть. Еще раз повторюсь, потому что они даны вам от рождения. Они в вас содержатся, те же гормоны. Наркотики вы можете не колоть. Как говорится, у вас все равно есть выбор, вколоть в себя наркотики или не вкалывать. Залить в себя пол-литра водки или не заливать. Брать сигарету или не брать. Но гормоны, у вас нет выбора. Вы их не вкалываете, они раз и выбрасываются. И не от вас это зависит. Обуздать такую зависимость намного сложнее, но и намного почетнее. Это более достойный враг. Это более достойный враг, который чинит больше ущерба. И результат от обуздания этого врага намного достойней. И вот тогда, я сказал, что этот сюжет взаимосвязан с предыдущим. И вот тогда у вас не будет возникать вопросов, вы не будете метаться, что ладно, серьезные отношения невозможны в современном мире, поэтому надо там перетрахать. Несерьезно, скажем так, подходить к отношениям с женщиной. А у вас не будет этой дилеммы вообще. Потому что невозможно, вы допускаете для себя серьезные отношения. Они невозможны. Ну и ладно. У вас есть другое творчество, у вас есть свобода. Вы там приложились в чем-то. У вас не будет постоянно, вот, а как же, как же, как же этот вопрос-то решить. Ну, не решаемый вопрос, решайте другой вопрос. Вот и все. То есть вам не надо будет, вы сможете обойти, оставить этот вопрос в тылу. И глобально вас не будет тянуть его решить. И тогда вы заметите еще один момент. Женщины к вам потянутся, как ни странно. И потянутся даже не с позиции шкурности. Нормально женщины потянутся. Женщина же, она тоже понимает, что до какого-то момента можно торговаться. Ну, не каждая. Бывают совсем уж долбанутые. Они будут торговаться. И если по их не выйдет, то они просто на обочине жизни останутся. То есть она либо будет королевой, либо разведенкой какой-нибудь, брошенкой и так далее. Есть такие. Но есть и нормальные, которые, может, и не против что-то сторговать в этой жизни. Но когда они поймут, что до ничего не торгуется, ее сейчас просто обойдут и пойдут дальше. Они скинут цену, скажем так. И немножечко придут на круги своя. Во многом. Во многом женщину провоцирует мужчина. Быть, скажем так, не особо-то и добросовестной в отношениях. То есть если женщина видит, что одно мановение ее там пальца, то есть чуть-чуть малейшая угроза там снижением секса или же исключением секса. Да, да, что тебе, пароход или самолет. Ну, а как такого не эксплуатировать на самом деле? Это же огромный соблазн. И, с другой стороны, если женщина видит, что как только она сейчас начинает себя там стервозно вести в отношениях, то вы говорите, что ну ладно, значит отношения это не для меня. Пойду картины рисовать, книги читать, не знаю, в телескоп на звезды смотреть. Очень у многих женщин будет сразу же откат. Что они поймут, что ладно, все, как говорится. Погорячилась, не туда пошла. И вы увидите, что ну не сто процентов, но многие женщины к вам потянутся. Как только вы сможете быть от них независимыми. От них, от своих гормонов, от мнения. От того, что вы придете на работу и вам там скажут, тебе 40 лет, а у тебя еще женщины нету. Ну да, нет. То есть вам даже не надо будет доказывать, что, а там, не знаю, у тебя есть женщина, а ты на нее вкалываешь, ты баба-раб и так далее. Да вам пофигу его мнение, по большому счету. И все. Для вас эта работа вещь неприятная. И все, что вам сейчас максимум там мысль грызет и портит, что как бы от наемного труда отойти. Вы приходите на работу к девяти. У вас человек спрашивает, как же там, коллега, как же у вас женщины-то, жены нету в 40 лет. А у вас единственная, чем мысль залита, что как бы вот эту зарплату, которую я здесь имею, научиться зарабатывать без наемного труда своей какой-то деятельностью. И тут вы слышите, что а женщины нету? Ну да, нету. Ну ладно, что же. Вам не надо доказывать. Вы не считаете, что если вы не докажете свою правоту, то вы дурак. Да нет. У вас уже, как говорится, все, что вам нужно было доказать, вы уже доказали. По крайней мере, самому себе. Главное, что самому себе. Ему доказывать не нужно. А вот работу нужно действительно заменить на какую-то более интересную деятельность, которая вам будет хотя бы столько же денег приносить. Вот. Это действительно ваша цель. А те цели, которые вам показывают, докажи мне, почему у тебя женщины нет. Докажи мне, что ты там счастливый. А вам это не надо. Это не ваша цель. Это навязанная цель. Вот от этих двух зависимостей освободитесь. И сигареты, водка, и даже наркотики покажутся вам детской шалостью. И, в принципе, от них освободиться будет легко. У вас будет опыт преодоления очень серьезных зависимостей. Те покажутся вам ерундой. Поэтому здесь и здоровый образ жизни притянется сам собой. Очень легко. Ну вот. Такой короткий обзор.